Вот он, СРТ, сегодня мы его выбираем. Вот он, СРТ, сегодня мы его выбираем. 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 С замерами, заездами. В общем, была такая очень интересная история. На тот момент, мне кажется, это была первая глобальная история про СРТ, которая вообще была на YouTube. Это был первый проект, в котором я понял, что такое ехать до 100 быстро, что такое быстрый квотер, что такое американская мощность, V8. И вы со мной, мои первые зрители, я думаю, тоже следили за этим и понимали, что такое СРТ, что такое, может быть, я кого-то влюбил в этот кузов, может быть, кто-то купил. Потом вышел рестайлинг, я очень снял про него тест, в общем-то. И я тогда уже знал, что V8 Trackhawk с компрессором. Я даже оставил какую-то символическую предоплату. Я понимал, что я должен его купить. В общем, об этом автомобиле я мечтал 7 лет. Я хотел. Потому что всегда я знал, что они когда-нибудь сюда поставят компрессор. Я хотел почувствовать звук, это ускорение. Потому что тогда-то обычный СРТ-8 казался для меня просто нереальной пушкой. Я помню, что лучше там 4.8 до 100 я показал, когда было холодно. Где-то 13.2 был квотер. Для меня это был фантастический результат для кроссовера. И, наконец-то, вот моя мечта стоит передо мной. Если вы не фанаты СРТ, я не могу описать вам этот автомобиль на автомобильном рынке. С кем он конкурирует? Ну, представьте так. Вот класс, например, да? Три ряда. На первых партах у нас X5M. На другом ряду на первой парте Porsche Cayenne Turbo. И, соответственно, Mercedes AMG GLE. У нас на первой парте третьего ряда. Они все отличники. У них пятерки по всем предметам. Они быстрые, комфортные. Понтовый внешний, престижный бренд. Там салоны, мультимедиа и все остальное. А вот на последнем ряду сидит двоечник. Такой Jeep SRT8. Он немножечко всегда такой обиженный. У него по всем предметам двойки, кроме физкультуры. Вот у него прям вот офигенные показатели по физкультуре. И самая жирная двойка у него по поведению. Потому что он всегда бьет этих отличников на передних партах. Никто не понимает, почему, что это за такой выскочка. Но на самом деле суть не в этом. Никому не интересны те автомобили, кто сидит между ними. Между двоечником и этими отличниками. Потому что это серые автомобили, неинтересные. А вот этот вот наш двоечник. И сегодня я хочу вам рассказать про него. Потому что если так посудить, вот логически. Если вы не фанат SRT, ничего. И вы с бюджетом 10 миллионов пришли купить быстрый кроссовер. Из 10 человек 9 купят не его. И один, который может быть какой-то душевный. Может быть сам внутренний раздолбай по жизни. Но успешный. Может быть он сам был как-то таким двоечником. Он купит эту машину. А вот так вот логично. 10 миллионов рублей. Джип. Внешне он не смотрится на 10 миллионов. Абсолютно. Ну вот посмотрите, что в нем. Взять обычный, например, SRT8. Который стоит 5. Если открыть автору, например, посмотреть. Такие тачки стоят 10. В салонах в наличии. Там 9800, там 10, там опции и все остальное. Обычный SRT стоит 5, 6, 7,5 миллионов. Посмотрите внимательно. На ссылочке автора оставлю в описании. Причем они еще есть в наличии. От обычного SRT8, в котором мощности меньше. Практически в 2 раза. Он отличается. Ну вот убрали ходовые огни. Бампер практически такой же. Оптика. То есть ни диодов, ничего. Ни LED. Абсолютно ничего. Такая же решетка. Такой же капот. Ну вот интересно. Опять же. Я как фанат SRT, когда подошел к капоту, обратил внимание. Вот это обычный капот. От обычного SRT8. Здесь есть такие воздухоотводы. Соответственно теплоотводы. Из-под капотного пространства. И только на трекхолке она начинает плавиться от избыточной температуры. Вот здесь вот эта вот ячейка. И это понятно, что что-то там такое дьявольское стоит в этом автомобиле. Что-то такое, которое заставляет плавиться пластик обычного SRT8. Это очень интересно. Вот не знаю, кто это поймет. Но меня уж прям когда я это увидел, у меня аж мурашки по коже пошли. Сбоку ничего не поменялось. Дерьмовая резина. Потом скажу, почему дерьмовая. Пирелли Скорпион. Ее надо сразу же менять. Я чуть не убился недавно на ней. Большие тормоза. Как видно, они уже перегреты. Большие суппорта Брэмбо. Желтые. Ну тоже в принципе такого кардинального ничего нет. Табличка Supercharger. Trackhawk табличка. Такая вот. Кстати, не очень гоночная. Она смотрится как Chrysler. SRT здесь нет. Здесь есть Trackhawk. И четыре трубы. Но мое разочарование, когда я вывел эти четыре трубы, я понял, я и думал, что это какой-то большой глушитель, да, с трубами. Это обычные насадки на обычный выход. Десять миллионов. И такой клиент думает, ну чего? Посмотрите на X5M. Посмотрите на их оптику. На их бампера красиво раздут. Они точно отличаются. На MG посмотрите. Посмотрите на Cayenne. Там у них бренд. А тут джип какой-то. Ну что это? Джип. 80% во-первых не отличат этот автомобиль от обычного Cherokee, который можно купить. Сейчас там миллиона за три, даже за 2,2. 95% не отличат этот автомобиль от обычного SRT, который стоит в два раза дешевле. Скажите, да за что вы эти деньги? Давайте посмотрим, может быть, что-то интересное есть под капотом. Семь лет назад, когда вышел этот автомобиль, да и он вышел намного раньше, в принципе, особо двигатель не отличался от VK1. Соответственно, был обычный атмосферный мотор. Ну и рано или поздно, конечно, X5M и Cayenne начали объезжать этот автомобиль. Turbo S легко его объезжал. Плюс-минус X5M тоже. Все-таки потом на скорости уходил. Я же ждал, ну когда же вы это сделаете? Ну поставьте компрессор. Я же вижу ваши дольше. Я же, ну поставьте туда компрессор. Ну сколько можно уже ходом уходить? Ну это постоянно. И всегда впереди за счет рывка. Я всегда был за счет рывка. За счет объема. Потом вот это вот Turbo, вот это вот эти фары злые, тебя, сука, вот нагоняли и все. Я же, ну когда вы будете ставить? Ну вы же можете. Они такие ждали, как будто семь лет. По дням из версии там эта конфигурация рвала коробки. По другой версии они чего-то ждали, хотя непонятно что. Понятно, что на российском рынке это предложение не самое выгодное с точки зрения опций, комплектации. Вообще не будем об этом говорить. Пусть об этом хипстеры разные говорят. Я хочу больше про эмоции об этот автомобиль и почему его будут покупать в России. Их будет мало. Этих людей будет человек 10 может быть. 20 может быть. Я не знаю сколько. Но их будет очень мало. Я просто хочу передать эти эмоции от этого автомобиля, чтобы хоть как-то поняли. И вот они, знаете, вот как на *** поставили компрессор. Мне кажется, они просто поставили стоковый SRT компрессор. Вот на сток подвеску, на тормоза, на сток коробку. Пару коробок порвали, пару раз перевернулись в поворотах. Потом начали вот дорабатывать. Как-то вот у меня история вот такая вот, мне кажется. Они как-то подходили. И там причем 5-7 энтузиастов где-то вот в SRT. Street Racing Technology. Они как-то пытались это доработать. Потому что сама по себе конфигурация вот так вот конечная идеально. Хороший мощный компрессор. Отличный объемный мотор. Мощная коробка, наконец-то, 8-ступенчатая ZF, которая переваривает этот момент. Супер надежно. Можно, в принципе, лить 92-й бензин. Ну, этого, конечно, делать не стоит, но она будет ехать. Я сюда заливаю только сотый. Хороший звук. Вот, ***. Я не знаю, вот что вам... Вот, вы просто послушайте. Вот так он звучит ровно, как обычный SRT. Такой же звук вывхлопа. Вот обычный Atma. Но вот когда вы нажимаете чуть-чуть, вот так даже обычно, вот даже вот так. А вот так. Вот это какое-то подбывание, оно просто додрожит. Понятно, что вот конкурентам сейчас страшно. Вы посмотрите, как тачка трясется. Тут вообще логически даже. Вот когда вот этот конфиг, видишь, на обычном кузове Jeep Cherokee, вот это вот, нагрузили его вперед. Во-первых, мотор стал еще тяжелее за счет компрессора. Да, они зажали амортизатор, и получился такой тюнячий корч. Поменяли подвеску. Сама по себе у нас на рычагах подвеска, никаких мостов. То есть, ну, такая легковая. Эта тяжесть идет вперед. Развесовки здесь нет практически никакой. Ну, то есть, это не 50 на 50. Управление здесь сложное достаточно. Даже сложнее, чем обычный Master T8, потому что, как я уже сказал, это все стало тяжелее. Да, они доработали... По-моему, стабилизаторы такие же оставили. Они доработали пружины со стойками и сделали тормоза. Но это пипец, как все... Это просто пипец, как до мурашек. Это просто нереально до мурашек заводит. Любого человека, который любит автомобили, который любит автомобильную историю. И даже те, кто любит Mercedes, BMW, может быть, Audi, может быть, вот это вот круто. Поверьте, вот это реально круто. Это может быть неэффективно. Это может быть неэкономически выгодно. Может быть, даже немножечко по-распи***ське. Именно слово по-распи***ське не обдумано. Но они-то сделали. И эта тачка очень крутая и харизматичная. С компрессором здесь 707 сил. Есть еще хороший потенциал для тюнинга. Вот Гурам с канала DSC Off. Он сейчас доработал свой автомобиль, по-моему, 800 с чем-то лошадей. Сейчас мы замерим, как она едет. К сожалению, она едет нестабильно, в зависимости от температуры. Это то же самое, кстати, и было у предыдущего SRT. Ну, он такой вот, понимаете? Вот это двоечник. Но с пятеркой по физкультуре. Вот прям, вон, сука, хорош. Итак, что касается салона, тут-то тоже, в принципе, ничего не изменилось. Обычные топовые Grand Cherokee. Селектор такой же. Ну, самое интересное... Ну, все обшито кожей. Ну, в принципе, я вот не чувствую себя в какой-то нищебродской машине здесь. Да, конечно, здесь есть пластик и все остальное, но нормально. Вот мне для комфорта больше ничего не надо. Климат-контроль, приборы, конечно, вот эти вот не очень, вот эта центральная часть. Нет, тут слишком шумно, потому что я сейчас просто включу зажигание, потому что ничего не слышно, когда мотор. Вот мне очень нравится приложение. Функция и посмотреть на приборы. То есть она так медленно грузится, но это нормально. Понятно, что с топовыми немцами бессмысленно сравнивать, пусть хипстеры сравнивают, функция прибора, понятно, температуру масла, давление масла, охлаждение, аккумулятор зачем-то. У нас есть замечательный параметр температура впускного воздуха. Вот от этого параметра напрямую зависит ускорение SRT. Тем меньше температура впускного воздуха, вот сейчас у нас 73, это я вам могу сказать не очень хорошо. То есть это воздух, который идет в двигатель и, соответственно, и в компессор. Температура охлаждающей жидкости интеркулера. У нас, в общем, машина сейчас достаточно нагрета, но вот эти вот вещи, перегрузки, ну перегрузки это, в принципе, там, да, там, пассажиров развлекать, но вот эти приборы, вот эти показания, которые с точностью вот прям показывают, все, очень классно они к этому подошли. Это вот единственная такая вещь, которая вот отделяет его от других. Про сидушки в кучу раз рассказывал, достаточно удобные, но, конечно, до немецких конкурентов далеко. Про багажник, про заднее сидение ничего абсолютно не изменилось. Он есть, да, то есть багажник есть, заднее сидение есть. Мы можем сложить, соответственно, если вдруг на трахойке вам надо что-то там перевезти, абсолютно ровный пол, и он может быть еще практичным. Но, с другой стороны, его конкуренты, немцы, тоже могут быть практичны. Не в этом суть. Суть в том, что когда вы его заведете, ладно, давайте лучше вам сейчас расскажу. Итак, друзья, перед тем, как начать, ну, наш тест-драйв, хочется рассказать про GTR, который практически сейчас участвует в лабораторных испытаниях и является такой передвижной лабораторией. Итак, друзья, вы все прекрасно знаете, что в прошлой серии я принял участие во всероссийской адаптации масла G-Energy. Конкретно в свой автомобиль, не совсем стандартный турбовый мотор, я залил масло G-Energy 5х40, на котором я уже проехал практически пару месяцев. И самое интересное, после того, как мы взяли пробу моего масла, да, то есть посмотрели анализ, то это достаточно глубокий анализ, мы выявили естественный износ двигателя, то есть какое-то количество, естественно, микроэлементов там сохранилось в масле. И самое интересное и важное, что в масле мы обнаружили недопустимое большое количество топлива. Это значит, что мои тысячные форсунки на 0,5 барах сильно переливают. Соответственно, мне еще после этого нужно машину отстроить, чтобы она во всех режимах давала идеальную смесь. Очень странно получается. С одной стороны, я участвую в тесте масла G-Energy, а тут они заранее уже протестировали и мой автомобиль, и все просто по маслу все рассказали. Очень интересно будет посмотреть, когда они сольют их масло, поменяется ли состав и какой будет вывод. Пока из плюсов этого масла я хотел бы сказать, что у меня уменьшился соответственно, жор масла автомобиля и даже как-то поменялся цвет выхлопа. В общем-то, пока я доволен и ничего негативного сказать не могу. Поэтому участвуйте в конкурсе G-Energy и получайте призы. И, конечно же, продолжается конкурс. Все, что вам нужно, чтобы принять участие в конкурсе, просто под этим видео напишите комментарий о том, как вы ездите и укажите о вашем стиле езды. Размеренный, быстрый, агрессивный, спокойный, экологичный, экономичный, комфортный. И просто напишите хэштеги, которые вы видите на экране. Конечно же, победитель будет выбран рандомным способом и получит путевку в Италию. Также это не все. Заходите на сайт проекта, который вы видите в описании и у вас будет возможность выиграть эксклюзивные футболки с интересными принтами. Главное, ответить на все вопросы и не забыть поделиться результатами в соцсетях. Это обязательное условие. Ссылку оставляю в описании, так что приходите и испытывайте свою удачу. Также на этом сайте вы можете посмотреть за результатами нашего теста и посмотреть, кто вместе со мной участвует в адаптации масла. Если заглянуть в раздел публикации увидите весь контент посвященный всероссийскому тесту на адаптацию. Поэтому следите за тестом и участвуйте в розыгрыше. Итак, первый замер RaceLogic у нас все делаем в режиме спорт. Давайте просто в режиме трек. Чуть-чуть у нас отключим стабилизацию, выезжаем на нашу позицию и просто с холостых попробуем взять первую сотку. RaceLogic у нас на 100. У вас все видно во во второй экран. Температура впуска даже у нас немножечко упала. Простите внимание, 65. И просто с педалей пробуем 0-100. 4-0. 4-0. сейчас, давайте-ка еще охладим чуть-чуть. Чуть-чуть. Ты давай-ка, 4-0, это не очень хороший результат. Я сейчас тут наговорю про тебя, а ты тут 4-0 не показываешь. Соответственно, здесь есть несколько режимов, которые меняют, от которых зависит поведение нашего автомобиля. Авто, спорт и трек. Соответственно, трек у нас немножечко расслабляется, тема стабилизации. и все это зависит от степени жесткости амортизаторов, рулевого управления и педали газа. Конечно же, работа коробки. Кстати, на скорости прям очень сильно температура на впуске снижается, 56 уже. Ну вот в треке он едет, он прям как спорткар. Каждую неровность он воспринимает как серьезную обиду такую, знаете. то есть это на самом деле по нашим дорогам с такими зажатыми амортизаторами ездить даже опасно, потому что он очень прыгучий и может подпрыгнуть. Поэтому все-таки если вы будете когда-нибудь решитесь на покупку такого автомобиля, лучше в авто. Так, еще раз попытка 0-100. Вбрасываем старые показатели. Так, давай, дружочек, не подведи. это было заднее. Дружочек, не подведи. Сука. Я сам волнуюсь. Ты должен выходить из 4-х. Давай, дружок. Действуй. Сейчас мы двинарик пропустим. Не расти температура, подожди. 4-0. Ну, не знаю. Лучшее, что я показывал, может быть, сегодня жарко, опять, как он штампует эти 4-0. Лучше бы... Сейчас вы увидите лучший результат, который у меня автомобиль показал с холостых. Так, газ в пол. Так, 3-7. Очень хороший результат. но было похолоднее. Теперь пробуем старт с лаунча. Соответственно, что такое старт с лаунча? Здесь мы уже стартуем немножечко на надутом компрессоре. Вот. Активируем кнопку лаунч. Сильно зажимаем тормоз. Прямо сильно-сильно. Потому что не все наши блогеры могут активировать. Прямо сильно зажимаем. нет. То есть я не понимаю то ли жарко, то ли еще что-то, но машина сегодня никак не хочет выходить из четырех. Скорее всего это жарко. Слишком не нравится мне это. Это херово. Что касается квотера, то квотера лучший, который был за это время где-то 12,3-12,4. Что касаемо поведения автомобиля, это, конечно, будет смешно в нормальных условиях. Про расход. Я вот пробую вот так ездить по городу. Знаете, без рыка, без ничего, без резких стартов. По телефону разговариваю, еще что-то. Думаю о чем-то. Кстати, знаете, что я сейчас понял? Я в последнее время в автомобилях не слушаю музыку. Я о чем-то думаю. Что-то вот размышляю. У вас нет такого? Вот треков накачаешь, хорошая акустика, неважно какая тачка, и вот ты не слушаешь музыку, просто едешь и залипаешь. Почему так? Непонятно. У вас вот такое есть? Напишите в комментариях у кого такое же. Только не надо писать, что у меня в шестерке нет магнитола, например, но если бы ты мне ее купил, я бы с удовольствием слушал музыку из-за тебя. Понятно. Короче, суть в том, что 20 литров минимум по городу, что я смог показать, это вот такая вот езда. То есть передачи переключаются до 2000, 20 литров. В среднем где-то тридцатка по городу, сотовый бензин. Плюс я налог считал около 70 тысяч у нас в Чебоксарах получается в год. Но с учетом того, что и так я за свои машины около 140 плачу в год, это в принципе, знаете, в любом случае до миллиона расходов в год. Можно себе позволить. Поэтому так подвеска достаточно мягкая. Кстати, я не знаю плюс это или минус, но говорят, детей в нем не укачивает. Подвеска не плавает, она повторяет профиль дороги за счет того, что колеса не слишком высокопрофильные, а машина такой, знаете, живчик, такой прорезиненная подвеска, она не жесткая, на отбой не срабатывает. То есть такая подвеска очень интересная, такая бодренькая, прорезиненная такая. Не супер мягкая, но очень приятная. То есть она не досаждает своей жесткостью, когда у нас амортизаторы электронноуправляемые находятся в комфорте. На этой подвеске я бы тоже очень сильно рекомендовал именно в комфорте наваливать, потому что, вот смотрите, вот с нашими дорогами очень хорошие тормоза. У меня, как бы там я ни старался, не использовал собственное мастерство, я не смог их перегреть, реально, то есть их перегреть сложно, поэтому тормоза здесь офигенная. Ручной режим здесь бессмысленный, потому что коробка в спорте сама достаточно умная, можем, конечно, поиграть. Вот троечка у нас. Но она, знаете, как к отсечке подходит? Она к отсечке подходит вот так. О, все. То есть она не бьется, она отрубает двигатель. Очень хорошо и уверенно автомобиль держит прямую. Это отдельная какая-то вещь, которая просто вот изначально у Чироки хорошая аэродинамика, машину немножечко занизили, удалось им поиграть с подвеской и прям она очень уверенно по прямой держит. 200, 250 легко, даже по плохим дорогам, но именно если подвеска будет стоять в комфорте. Но вот этот звук сначала он чуть-чуть ноет, дайте газу вот это, слышите? Какая-то просищая ведьма какая-то, знаете? Потом ты ей дашь газу и резко и потом вот удары в осень пошли. Там много воздуха, много бензина и это все в 8 котлах объемных жарится, варится и такой звук со стороны. Этот автомобиль нельзя назвать легким, там 2-300 по-моему весит и он разгоняется как спорткар просто. Но он едет как какой-то самый дохлый обычный GTR то есть ну и тот до 100 там на квотер он все-таки уступит. Ну ну смотрите в поворот 150 газ в пол в поворот на кроссовере вы представляете? Когда появляются участники дорожного движения естественно нужно тормознуть но отдельное слово хотелось бы сказать про резину она здесь мягко говоря дерьмовая как я это понял? Во-первых нет зацепа у резины то есть у него абсолютно она температура как-то очень странно играет то есть даже с холостых машина шлифует понятно что хороший момент но по-моему это первая SRT которой я с другими общался с холостых машина шлифует то есть это очень плохой показатель резины во-вторых когда ты в дуге как я сейчас ехал почему я чуть не убился один раз я вот в таком повороте в дуге где-то ну он чуть был вот сейчас я покажу в каком сейчас я покажу как я чуть не убился смотрите хочешь со стороны снять смотрите ехал газ в пол и вот в таком повороте ну не в таком но он не такой был крутой конечно вот чуть вот видите как его с жопу мотает я немножечко отпустил газ и сделал контрсмещение рулем а так как морда слишком нагруженная очень было важно чтобы задние колеса поймали за цеп не был такой эффект телеги которая подбрасывает жопу под небольшой сброс газа и машину вот так вот выставил я так тогда перепугался то есть я делал контрсмещением рулем как можно так медленно поворачивать и вообще когда-то ешь на трехоке все все так медленно делают 200 в поворот на кроссовере даже при торможении неоднозначная реакция у автомобиля приходит вот вот-вот-вот вот это сейчас было вы видели ты заснел это? даже при торможении неоднозначная реакция у автомобиля приходит вот-вот-вот вот это сейчас было вы видели ты заснел это? и это очень плохо потому что как я говорил уже проблема с распределением массы даже обычный SRT-8 рулится лучше чем эта машина потому что не такая тяжелая морда как здесь а вот здесь вот очень легкая задница как я уже сказал после эмоций потому что это случилось ну надо же было давайте я покажу как я чуть не убился и опять чуть не убился когда я вот его вот так вот вильну у меня оператор сколько тебе? 20 лет у него седые волосы уже появляются я-то сам уже все хочется вам на камеру рассказать понимаете как вот чуть не убился вот то же то же самое сейчас было вот ну не идиот ли? мне кажется это какая-то черта русского характера хочешь я покажу как я чуть не убился в прошлый раз и опять чуть не убился но это вот такие с РТ-8 покупают ах ты мой дурачок подкрыльник у него вылетел опять быстрый но такой нерешливый вот вывод про этот автомобиль он мне дико нравится он нравится своей нестандартностью в автомобильном мире он как будто всем идет на зло существует такой бунтарь это очень интересный интересный автомобиль интересный продукт на рынке я очень завидую тем кто купит этот автомобиль потому что их точно купит мало ну это давайте друг друга не обманывать что вряд ли он будет бить рекорды по продажам и пережать там в своем сегменте X5M Mercedes и Porsche они будут коллекционными их будет очень мало они будут всегда цениться мне эта машина очень понравилась прям дико понравилась я бы купил но я вот Гурам он ее купил а потом разыгрывает и я так понимаю что он разыгрывает что-то нужно сделать что это такой финансовый проект но вот я бы если бы такую машину купил в нынешнем состоянии я бы точно никому не отдал потому что с какого-то момента я понял что я ни одну свою машину не буду продавать с какого-то момента в своей жизни и вот и я сейчас понимаю что покупая эту машину я просто оставляю 10 миллионов просто оставляю я никогда в жизни никому ее не продам не отдам не подарю это моя машина это мои эмоции это моя страсть и это ни в коем случае не мой контент я реально себе ее хочу купить но хочу ли я купить эти цифры или хочу я купить этот образ вот здесь другая вещь цифры по большому счету для меня на данный момент когда-то может быть 7 лет назад я бы с ума сошел но для меня на данный момент цифры не очень впечатляющие с учетом того что у меня есть ГТР то есть вопрос по скорости у меня закрыт по харизме этого автомобиля но смотрите так если у вас если вам нравится СРТ купите я вам советую купить обычный СРТ 8 слава богу они сейчас посмотрите я оставлю ссылочки на них в описании они есть годовалые немножечко вот обратите на них внимание посмотрите потому что по ощущениям это все то же самое но этот автомобиль на секунду быстрее он на секунду быстрее до 100 он на секунду быстрее за квоту стоит ли переплачивать 5 миллионов рублей за эту секунду ну не знаю потому что вы как тело его не ощутите его все равно будет вдавливать а ощущения у обычного СРТ точно такие же он такой же нервный такой же громкий такая же подвеска это я вам точно могу сказать но тут 5 миллионов рублей вы доплачиваете только за цифры и за эту секунду то есть обычный СРТ едет 5 ну 4.7 4.8 например да этот едет 4 3.7 3.8 обычный СРТ квотер едет 13.2 13 этот едет 12.2 11 ну это в нормальных условиях примерно 12.3 он едет без лаунча да поэтому сейчас наверное остались реально те кто реально заинтересовал этой тачкой фанаты СРТ поэтому если вот хотите прочувствовать шарм брутальность управляемость что я ценю в этом машине то лучше купить обычный СРТ 8 как я сказал а если вы хотите реально прям вот большие взрослые уверенные в себе у вас состоялась жизнь и вы хотите трек-хок топовые СРТ который когда-либо вообще создавался самый быстрый джип то безусловно даже не смотрите на других немецких конкурентов это тачка ваша не потому что вам хочется эмоций а потому что вы хотите чтобы самый быстрый джип в мире был у вас я ни в коем случае не буду вас отговаривать но с другой стороны 10 это неподъемлемая сумма для нас нынче для 90% возможно моих подписчиков если даже на секунду вы задумались об этой тачке а вы до сих пор думаете выбирать между X5M и AMG и Porsche даже не думайте покупать ее потому что это очень крутая машина брендом историей очень крутая но не все вас поймут спасибо большое за внимание для тех кто хочет почувствовать SRT ссылочки на автору верхние для тех кто хочет купить я думаю вы уже прекрасно знаете где их можно купить но тем не менее ссылочку я оставлю спасибо вам большое за внимание ставьте лайки я может быть был эмоционален в этот раз может быть мало технической информации может мало каких-то проездочек но я зато не убился чуть еще раз ради вас пока пока